Приветствую вас. Ключевой момент вашей истории, как мне кажется, заключается в том, в первую очередь, что вы стали той, кем себя описываете именно в отношениях с человеком. То есть вы стали раздражительны, стали специфы и так далее. Именно о человеке. Мне кажется, что вы это забываете в какой-то степени. Мне так, по крайней мере, кажется. Потому что, да, может быть вы сами по себе и другой человек. Может быть, сами по себе вы и более спокойны, сами по себе, может быть, вы более выдержанны, да, может быть. Но очень важно понимать, что с ним, с этим человеком, вы стали вот такой. И это, скорее всего, не исчернет, если вы, например, изменитесь сейчас и вновь поступите с ним в отношениях. Потому что, ну, потому что сам человек, да, он не изменится сам по себе, он останется тем же. Вот. И это важно понимать. И это, наверное, главное, на что вам нужно обратить здесь свое внимание. То есть вы можете в отношениях к человеку опять стать, собственно говоря, вот такой раздражительный, тревожный, спильчивый и так далее. Просто потому что вот, ну, сценарийка такая и так может на вас товарищ влиять. Вот. Не потому что он плохой, а потому что у него вот, ну, такой он человек. Вот. Вот. И мне кажется, что это ключевой момент. Может быть, он, может быть, вы и полюбились, как вы говорите, ему спокойно. И, может быть, вы полюбились ему, там, определенно. Вполне вероятно. Ну, вопрос, на мой взгляд, в том, что с ним вы стали другой. И вряд ли вот то, какой вы стали с ним, вы не станете опять с ним. Дальше. Что касается ситуации с изменениями, то, ну, здесь вам, в принципе, все уже сказали. Я не знаю, имеет ли смысл говорить об этом еще. Мне кажется, что, в принципе, здесь все плюс-минус понятно. Ну, вот, что есть, ну, в том смысле, да, что какие-то изменения вы оставите, но это все зма субъективно. Вот. То есть, во-первых, это происходит в некой изолированности вашей контакте с, я так понял, человеком, да. Во-вторых, боль, которую вы испытали, естественным образом, при расставании, как я понял, вы не прожили. Вот. И это все даст, 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 как бы, свой результат. Это все даст свои плоды, как только вы будете с этим человеком. Вот. Потому что, ну, во-первых, во-первых, будет попытка отреагирования, вот. Это первое. То есть, ну, вы будете пытаться отреагировать, компенсировать, вот, как это бывает довольно часто. Вот. Во-вторых, это будут определенные, ну, такие, знаете, привычные модели поведения, вот, которые, опять же, у вас сложили с человеком, вот. Поэтому, если вы и ваш партнер обратился сам на терапию, то это было бы одно, и, если бы вы не просто, вот, выстраивали отношения с человеком, а, если бы вы подходы настроены были прежде, чем отношения выстроить, обговорить сначала. Вот, ну, все, что, там, как бы, вас не устраивало, все, что вам не нравилось, если бы вы были настроены на то, чтобы, вот, какие-то, ну, какую-то позицию свою обозначить, то это было бы, это бы имело смысл. А сейчас привычными сигналами является то, что, находясь, в общем-то, в деструктивных, разрушающих, судя по всему, вас отношениях, вы, раздавшись с молодым человеком, начинаете его идеализировать, начинаете его обрадовать, начинаете к нему стремиться у нас. Вот это, пожалуй, является таким достаточно, на мой взгляд, приводным моментом, вот, потому что это говорит, ну, может говорить о зависимости. Это может говорить о том, что вы, вот, зависимы от человека, вот, можете быть, можете быть зависимы от него. А вот, и является ли это проблемой? Ну, да, это является проблемой, потому что, если это зависимость, то, как минимум, вы будете не свободны. Если это зависимость, то, как минимум, вам будет, ну, довольно, трудно и тяжело, ну, находиться, словно говоря, с человеком, ну, в отношениях. Вот. Такая вот история. То есть, я не уверен, я не уверен в контексте ваших, вот, границ, я не уверен в том, что вы, ну, отдаете себе отсчет в этих, как бы, границах своих, при, ну, при взаимодействии с человеком, и не уверен, и не уверен, что вы полностью осознаете, что с вами происходит. Вот. Конечно, можно построить отношения. Безусловно, можно. Может быть, даже нужно. Но, ведь здесь тонко-тонкость, ну, основная тонкость в том, что, что отношения строят двое людей. Что не вы одна выстраиваете отношения. Вот. А вы ведете себя вот таким образом, что, как будто бы вы выстраиваете отношения только одна. Ну, как бы, я бы сказал, что в отношениях от вас зависит, как бы, ну, не все, конечно, да, но ровно половину. То есть это вот такой аспект, который вам, на мой взгляд, нужно обязательно учитывать, да, 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 да. То есть если вы не будете его учитывать, то будет, будут повторения, как бы, ну, ситуации. Будет повторения истории. Вот. Здесь вот сразу несколько таких моментов, на которые хочется обратить ваше внимание, да. Это вот именно не просто с боли, а вот некоторая идеализация человека. Ну, вот. С вашей стороны некоторая идеализация человека. Вот. Нуждаемость в нем. Ну, то есть вот какая-то такая, да, получается, там, потребность в нем. Вот. Вот. И, собственно, отсутствие, по крайней мере, по крайней мере, для меня отсутствие уверенности в том, что вы хотите быть с ним, потому что, как бы, у вас в нем чувство, вы хотите сделать его счастливым. Вот. Тут вполне может быть история про то, что я боюсь остаться одна с ребенком, вот, и лечить свою вину перед ребенком, вот, что он растет без папы, и так далее, и так далее. Вот. Это не может быть чем-то продуктивным для вас. Это скорее деструктивная сторона. Вот. Соответственно, ваши изменения, которые у вас есть, они прекрасны. Вот. Если они есть, вот, они великолепные. Я думаю, что это здорово, что они есть, это здорово, что они, ну, что они присутствуют у вас. Ну, тем не менее, их нужно более подробно, как мне кажется, изучить, поисследовать, чтобы лучше понимать, о чем конкретно идет речь, и в том ли направлении вы движетесь. Ну, для себя, так, то есть, туда-лево, туда-лево, вы идете исключительно, вот, ну, исключительно в контексте вашего пути. Вот. Потому что есть вероятность того, что вы ошиблись хотя бы потому, что свою боль вы не просили. Вот. Дальше. Дальше. Еще, такой, я бы сказал, тревожный знак, связан с тем, что вы обесцениваете свою реакцию. То есть, вы говорите, я все неправильно делаю, я, там, поступал неверно и так далее. Но ведь то, как вы поступали, то, как вы действовали, да, было продиктовано вашими определенными желаниями. То, как вы действовали, то, как вы поступали, было продиктовано вашими определенными потребностями. То, как вы действовали, было продиктовано определенными вашими чувствами, которые имели значение тогда. Но обесценивать вы их начали тогда же, когда их значение пропало, когда они стали неактуальны. И вот это вот некоторое неуважение к своей активности, которая никогда не бывает идеальной, которая всегда, ну, в определенной степени погрешена, да, ну, просто в силу того, что люди не идеальны. Она, она внушает, скорее, такую вот, как бы, настороженность, так больше. Вот. Потому что вы можете вполне, вот, ну, каких-то вещей, опять же, избегать от себя обесценивать. Ради того, чтобы быть с этим человеком. Вот. Эм, так, у брака требования, так, с меня я начинаю понимать, как он меня полюбил, а той-другой, я, а только отрастала, я ему не нравлюсь. А почему, почему вы такое стали? Просто, да, заставаться стало спокойно, жить, находить гармонию в себе, начинает говорить, что много негатива приносило в наши отношения. А почему вы стали приносить негатив в ваши отношения? Вот, как бы, на этот вопрос вы, как бы, упорно не отвечаете. Вот. Этого вопроса вы упорно избегаете. Я понимаю, почему. Вот. Я догадываюсь. Я догадываюсь. Почему вы можете этого вопроса избегать. Вот. Ну, как бы, это, как бы, не значит, что, это не значит, что на это, ну, не нужно обращать внимания. Вот. Я думаю, что, ну, примерно, вот, такой вам ответ, в принципе, может дать, вот, с точки зрения, именно, вот, психологии, с точки зрения психотерапии, да, вот. Потому что, это, как, как-никак, ваша жизнь. А вы, к своей жизни, как мне кажется, относитесь, ну, вот, в данном случае, довольно-таки, пренебрежительно. Вот. А пренебрежительно, с точки зрения, ну, опять же, с точки зрения, ну, вот, ну, отношения к себе, скажем так, да. Вот. И мне кажется, что это может быть, а, такой, а, серьезные достаточно, а, ну, проблемы. Вот. Потому что, а, а, люди себя пытаются. Вот, ваше желание, а, быть, а, вместе с человеком, оно понятно, да, но, вот, как бы, целесообразность этого, то есть, то есть, для чего это нужно мне? Не, 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 не совсем. А, так, а, значит, можно ли, осознав себя, осознавшую ошибку, понять себя, найти гармонию с собой и построить заново, счастливое отношение с этим мужчиной? С помощью психолога, да, с мужчиной не факт, потому что человек может, ну, условно говоря, не менять, то есть, человек может не хотеть менять, человек может игнорировать какие-то вообще перемены, да, человек может не хотеть, ну, что-то делать по-другому, по-другому, в принципе, то есть, человек может оставаться тем же. И соответственно вы сами начав какое-то общение, какое-то взаимодействие с ним вполне можете испытать и разочарование тоже. Может показаться, что я пытаюсь вас отговорить нету. Просто есть много нюансов на которые я хочу обратить ваше внимание. Есть вопросы к вашей мотивации, есть вопросы по процессу изменений, которые вы описываете. И все это на мой взгляд нельзя игнорировать. Потому что от этого зависит дальнейшая жизнь ваша и жизнь вашего ребенка в том числе. Так что не торопитесь. Позвольте себе разобраться с помощью специалиста. Дальше уже будете думать как лучше поступать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо.